Мы считаем, что конфликт, сегодняшний конфликт на Украине был спровоцирован в первую очередь Соединенными Штатами Америки. Государственные СМИ и в целом средства массовой информации во всей Европе, они форсируют информационную повестку, исходя из своих уже заранее продуманных идеологических соображений. Отношения между государствами основаны на принципе равноправия. Я приехал в Беларусь уже неделю назад и сразу почувствовал у себя дома. Белорусские народы крайне доброжелателем к иностранным гостям и я это сразу заметил. Поэтому, пожалуй, впервые я не почувствовал этого первичного отторжения, когда ты вступаешь в иностранное государство и ты как бы в первый период должен как-то перестраиваться в местные порядки. Вот такого в Беларуси я не почувствовал. Все местные жители, с которыми я имел честь пообщаться, относятся со мной с крайней доброжелательностью. И в целом, как мне показалось, город Минск очень располагает к иностранному туризму. Какие места больше понравились? Здесь, конечно, центральные улицы очень понравились и вызывают такое очень сильное уважение, я должен сказать. Вот монументальность, например, дворца республики, она прямо показывает своим существованием, что эта страна, эта держава, она суверенна. За свое время пребывания в Минске я посетил Белорусский национальный исторический музей, я посетил Мостатский музей, музей искусства. Он мне очень понравился, особенно, как коммунисту, порадовала довольно обширная экспозиция картин из жанра социореализма. Я также посетил музей Янки Купалы, народного писателя Республики Беларусь, где я узнал много интересных фактов, конкретно о белорусской культуре и белорусского языка, в частности. Какие слова лучше? Ну вот, например, меня довольно удивило, вот я приехал в Минск автобусом, но автовокзал находится совсем рядом с железнодорожным вокзалом. Так вот, железнодорожный вокзал по-белорусски это чугунашный вокзал. Ну вот, я, конечно, знакомый с русским языком, но вот меня это довольно поразило. Чугунашный вокзал. Только нам ударение не так подним. Чугуношный. Чугуношный вокзал. В целом, мы считаем, что конфликт, сегодняшний конфликт на Украине был спровоцирован в первую очередь Соединенными Штатами. Это, конечно, Вашингтон несет главную ответственность за кровопролитие, которое идет на данный момент на территории Украины. Мы, конечно, все понимаем, что государственный переворот, который произошел в 2014 году в Киеве, он был спровоцирован западными спецслужбами. Ну, конечно, это спецслужбы странно, ведущих стран Евросоюза, но не только. Это еще и спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Ну, мы все помним, конечно, как госпожа Нуланда раздавала пирожки на площади Майдана. В следующие годы был еще шанс разрешить мирным путем этот кризис, и это были Минские соглашения. Но в последнее время мы выяснили, что только Россия пыталась честно работать и поддерживать те соглашения. Ну, мы узнали, что и госпожа Меркель, и господина Аланда, которые выступили гарантами со стороны Украины, в рамках Минских соглашений, они на самом деле не верили в этот мирный план. И они выступили гарантами только, чтобы обеспечить Киеву несколько лет спокойствия, чтобы построить эффективную военную машину. Которая была бы способна противостоять вооруженным силам России. Кстати, это тоже подтвердил и бывший президент Украины Порошенко. Надо сказать, что в средствах массовой информации, в Швейцарии в том числе, всегда присутствовала довольно существенная доля руссохода. Но это даже трудно объяснить. Это еще зарождается в годы Холодной войны и не прекращалась даже после развала Советского Союза. Ну, такая русофобская риторика, она даже после 1991 года, она никогда толком не прекращалась. Но, тем не менее, с началом спецоперации вооруженных сил России на Украине, мы стали свидетелями новой фазы, если можно так выразиться, информационной пропаганды со стороны государственных средств массовой информации в Швейцарии. В чем заключается эта пропаганда? Ну, во-первых, она совершенно необъективна. В каком плане? Ну, в том плане, что она черпает информацию в основном из официальных украинских источников. Ну, конечно, мы все прекрасно знаем, что на войне первая жертва – это правда. То есть, правда – это первая жертва любой войны. И, конечно, любая сторона никогда не рассказывает полную правду. Следовало бы учитывать, что нельзя полностью доверяться информации одной, ну, какой-либо из двух сторон. Так вот, государственные СМИ в Швейцарии в основном основывают свое освещение конфликта на Украине на официальной информации, которую предоставляет нам Киев. Вы знаете, у нас как будто основной тезис пропаганды, что Путин сошел с ума. Что он как бы на ровном месте напал на Украину, ну, как бы просто потому, что он злой. И в то же время средством массовой информации совершенно не освещаются все довольно старые причины этого конфликта. Я хочу доказать, что там, в Западной Европе, не только враги. Живут не только враги. Но живут и люди, которые довольно хорошо разбираются в тонкостях текущего конфликта. И понимают, что, в общем, не все так просто. И правда, она не там, где наши государственные СМИ нас с вами могут упрекнуть в том, что мы тоже на данный момент занимаемся пропагандой. Но в чем различие между объективной информацией и идеологизированной пропагандой? Так вот, мы, как коммунисты Швейцарии, пытаемся анализировать реальность, исходя из объективных, реальных фактов. В то время как государственные СМИ и в целом средства массовой информации во всей Европе, они форсируют информационную повестку, исходя из своих уже заранее продуманных идеологических соображений. Да, вы мне заранее намекнули, о чем будет разговор сегодня. Но, тем не менее, вы же не предопределили, каково будет мое мнение. Вы только спросили, каково мое мнение и мнение моей партии вокруг конфликта на Украине. Каково мнение Компартии Швейцарии вокруг в целом международной обстановки в мире и в Европе. Вы мне не сказали, ну вот, вы нам объясните, что ваша позиция соответствует примерно таким взглядам. Ну, конечно, одно из главных направлений нашей политической программы Это обустраивание новой политической, новой системы международных отношений. Швейцария на данный момент слишком привязана к западной европейскому блоку. Конечно, Швейцария не является членом Евросоюза, она не является членом Североатлантического альянса. Но, тем не менее, с каждым годом принимаются новые договоры, которые на юридическом плане все более сближают швейцарскую конфедерацию к этим политическим образованиям. Ну, и исторически, конечно, и в культуральном, и идеологическом плане Швейцария скорее себя идентифицировала к западному блоку, нежели к восточному. Ну, конечно, Швейцария оставалась нейтральной страной даже во время Холодной войны. Но, тем не менее, сегодня в данной исторической фазе мы, как коммунисты Швейцарии, считаем, что мы не можем себе позволить ограничить себя, как швейцарцы, только как западноевропейцы. Что я имею в виду? На данный момент на мировой арене происходит битва. Пока еще не полностью, она не полностью проходит на военном плане, скорее она проходит на экономическом плане. Но происходит сражение между мировоззрением многополярным и мировоззрением монополярным, то есть однополярным. Однополярное мировоззрение – это означает американский империализм. Западная империалистическая митрополия, ведущая страна, ведущая держава в этой системе – это, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые играют роль первой скрипки в этом широком альянсе западных стран, которые долгие годы и последние, по крайней мере, три десятилетия играли определяющую роль в плане международного баланса и в целом глобального баланса на нашей планете. Вот этой системе противостоит многополярный баланс, многополярный образ мышления, когда мы говорим о системе международных отношений. Ну, ведущие представители этой системы – это как раз Народная Республика Китая, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. В чем разница этих двух систем? Вот Китайская Народная Республика и Российская Федерация считают, что мир во всей планете можно сохранить только при условии, что отношения между государствами основаны на принципе равноправия. Однополярная система, где командуют Соединенные Штаты Америки, она считает, отвергает этот принцип и считает, что порядок в мире, он должен основываться на каких-то принципах и законах, которые решают в Вашингтоне, ну или в Брусселе. Но в любом случае в каком-то центре принятия решений, который находится на Западе. Швейцария, конечно, исторически скорее себя более идентифицирует с западным блоком. Она с большим трудом начинает сегодня воспринимать многополярное мышление. То, что предлагают как раз Российская Федерация и Китай. Но тем не менее мы, как политическая сила, которая работает внутри Швейцарии, полагаем, что будущее именно за многополярным миром. И поэтому мы пытаемся противодействовать тем силам, которые на данный момент усердно работают над разрушением швейцарского нейтралитета и пытаются подтолкнуть Швейцарию к тому, чтобы она уже напрямую, уже даже не только на практике, но уже и формально примкнула к Атлантическому блоку. В эту сторону работают ведущие политические партии Швейцарии. Для нас, как коммунистов, Швейцарии было большим шоком, что Социалистическая партия Швейцарии за последние полтора года выступила с предложением уже поставить вооружение, то есть вооружение, произведенное в Швейцарии, поставить это вооружение на Украину. Таким образом, примкнув к, по сути, уже напрямую к военной программе блока НАТО. Мы этого, честно говоря, не ожидали, потому что в левом политическом поле мы все-таки исторически в Швейцарии всегда придерживались принципа международного нейтралитета. Тем не менее, мы, как коммунисты Швейцарии, в левом политическом спектре оказались изолированы. Что это значит? Это значит, что на данный момент среди левых политических сил коммунистическая партия Швейцарии сегодня это единственная политическая сила, которая выступает против передачи вооружения Украине, вступает против более тесного взаимодействия с Евросоюзом и блоком НАТО. И в целом выступает за защиту принципа нейтралитета в полном понимании этой концепции и выступает за дипломатическое решение всех международных конфликтов. Надо сказать, что большинство населения Швейцарии не поддерживает вступление государства в блоки НАТО, не поддерживает вступление в Евросоюз, а наоборот поддерживает сохранение режима полного нейтралитета. Но, тем не менее, большинство ведущих партий в нашей стране, оно пытается убедить население, что более тесное взаимодействие с этими организациями, если уже не прямое вступление, оно принесет Швейцарии хорошие, так сказать, дивиденды. Какие политические силы в Швейцарии выступают в защиту данного нейтралитета? Ну, это, конечно, мы, коммунистическая партия в Швейцарии, но мы, конечно, маленькая партия. Но главная политическая сила, которая выступает сегодня в защиту принципа нейтралитета, это центристское демократическое объединение. Это название первой партии страны. Но это не левая партия. Это, скорее, правая, довольно такого умеренного националистического толка. В этом октябре проходили федеральные выборы. выборы в Швейцарии. Это означает выборы в парламенте всей страны. И вот мы тоже, как коммунистическая партия Швейцарии, выступали на этих выборах. Как раз, кстати, мы выступали с платформой под именем «Нет Евросоюзу, нет НАТО». Мы не выступали от имени Компартии Швейцарии, а как раз под этой платформой, потому что мы хотели, мы желали объединить все левые силы, которые противостоят к сближению к этим организациям. И надо отметить, что наш личный результат был очень хорошим. В нашем регионе, это итальянская Швейцария, мы набрали порядка двух процентов голосов. Для нас это хороший результат. Но, тем не менее, на общенациональном уровне уверенно победила партия Центрического Демократического Объединения. Это политическая партия правого толка, но которая, тем не менее, выступает за полное сохранение швейцарского нейтралитета. И вот уверенная победа именно этой политической организации означает, что большинство швейцарского народа выступает за сохранение принципа нейтралитета. Мы довольно четко можем понять, какие настроения в принципе доминируют в швейцарском обществе. Что произойдет, если Швейцария все-таки вступит уже формально в Евросоюз и в блок НАТО? Швейцария потеряет, полностью потеряет весь свой дипломатический престиж. То есть Швейцария уже больше никогда не сможет выступить дипломатическим посредником среди сторон какого-то международного конфликта. Ну вот, мы маленькая страна, но все-таки до недавнего времени нам удавалось влиять на международную обстановку с помощью силы нашей дипломатии. Но в данной ситуации, когда правительство принимает уже, выступает на стороне одного блока противостояния с другим, то, конечно же, Швейцарская Федерация уже не может предложить свои дипломатические услуги. и для нас, с нашей точки зрения, как коммунисты в Швейцарии, это, пожалуй, самое худшее последствие тех решений, которые приняла Швейцария в начале прошлого года. Продолжение следует...